Ну что ж, я снова всех приветствую, и сегодня будет достаточно интересное видео. Сегодня мы будем напрямую сравнивать уровень владения гитарой Юрия Лозы и объекты его напада критических Китричерса. Юрий Лоза сказал, что Китричерс не умеет гитару настраивать, что там крах с техникой, что всякая фальшь, непопадоса, кривизна и так далее, и так далее. Напомню, что для объективной оценки уровня гитариста нам нужно видео, на котором гитарист играет или вообще один, или играет в какой-то минус. Потому что когда играет, допустим, какой-то концерт, там барабанщик, бас, второй гитарист, вокал, так оценить невозможно. Потому что банальный гитарист, может, себя не слышать, и все, естественно, будет выдавать уровень совершенно другой. Поэтому типличные условия – это идеальная штука для оценки уровня гитариста. Помните, да, что я все время вставляю куски там с видеошкол, куски всяких интервью с магазинов и так далее, как гитарист трезв, когда он максимально там готов к тому, что будет снимать какое-то оффлайн-видео, может там переснять какие-то вещи. Тем более, видеошкола, допустим, платный продукт. Допустим, вам продают школу, которая называется «Алекси Лайха», там «Виртуоза», «Гитара» и так далее продают за деньги. А там, как «Виртуоза», я думаю, что все помнят, что я включал эти куски, показывал, и, в общем, там о виртуозности речи вообще не идет. Просто, ну, максимум, там «Виртуоза» ногти накрашена, ну, а игре, конечно, никак. Ну вот, то есть, соответственно, такого материала найти на «Юре Лазу» и на «Китрич» было трудно, потому что, в основном, они как бы сидят себе к интервью по два часа, просто трепятся, гитару держат в руках, тискают, жамкают, но там раз на секунду громко скучили, пы-пык, тут же убрали. То есть, чтобы они что-то сыграли, практически не бывает. А напомню, что все-таки, когда давно занимаетесь гитарой, допустим, преподаете ее, как я, там, лет по 16 или больше, то буквально с простого риффа можно уже понять уровень гитариста. Ну, поэтому здесь я нашел единственное, что это была как раз программа «Соль», по сути, это концерт, но там было место шикарное, где «Виртуоза» играет один полностью, то есть все молчат, и он играет акапелло на гитаре. И по Кейту Ричардсу нашел тоже какое-то типа интервью, где он как раз пытается настраивать гитару, это тоже идеальная штука, то есть было, опять же, обвинение, что он гитару настраивать не умеет, и посмотрим, умеет или не умеет, и потом, что-то он там на гитаре тоже играет, именно один акапелло. Поэтому это идеальное тепличное условие для оценки уровня гитариста. Итак, погнали. Сначала давайте послушаем игру Юрия Лозы. Вот такую вот песню я вам спою. Так, вибрато мимо. То есть дико завышенная, ну, типичная, так называемая, казино-вибрато. Так, здесь было много нот прожеванных. Это когда рассинхрон, то есть когда левая рука, в данном случае, не успела, и получилось то, что левый не зажал, и прозвучал просто мёртвый пук вместо ноты. Вибрато тоже завышенная. Вообще, то есть, видите, то есть очень сильно высит. Это из-за того, что рука не тонирована нормально, и получается зажим, из этого зажима она заклинивает и начинает вот такие вещи делать. Да, здесь он цепанул лишнюю немножко струну, и тоже этих нот много, которые такие пик-пик-пик-пик-пик-пик невнятные, такой как кудахтание, именно из-за того, что левая рука не успевает. Здесь пошли интервалы. То есть, получается, указательный палец стоит неправильно, к тому же он стоит такой дугой, поэтому будет подфанивать тонкие струны, и он не ослабляется, как остаются другие пальцы. То есть для того, чтобы такие интервалы не вылазили, не было хрюканья, нужно обязательно предыдущий палец немножко ослаблять. Но, опять же, не убирать от струн. Да, и, брат, ты слышишь тоже. И здесь он цепанул лишнюю струну, получилось не в тему, но сейчас покажу ещё раз. Вот, здесь был тоже пук, и сейчас дальше ещё. Сейчас будет. Очень слабо легато, то есть видно прямо, что рука заклинивает вот на этих пуллофах, на безымянном пальце. Но безымян часто вызывает трудности, но здесь особо видно. Немножко передавливает, высит. Тут немного поразошёлся. Может быть, он вспомнил, да, что как бы покритиковал всех этих господ, и поэтому нужно как тоже себя показать. О, прям корида пошла. Ну, я думаю, достаточно. Ну, и теперь давайте посмотрим, что происходит у Кейта Ричардса. Ну, сначала ему такой челлендж достаточно сложный, ему нужно настроить гитару самому, без тюнера, без всего. Вот, давайте посмотрим. Напомню, что для настроек гитары нужен хороший музыкальный слух. Здесь он, я так понимаю, что думает, что он настроил, но... Но, конечно, нет. Давайте посмотрим ещё раз это место. Ой, боже. Так, мне кажется, он здесь немножко что-то заподозривает, что что-то не то. Я такую ситуацию уже видел, не буду говорить где, но на одном из стримов у одного блогера музыкального, когда он пытается понять, строит гитару, не строит, а нацки не строит, и он так вот шевелит головой в разные стороны, пытается что-то понять, но не понимает, к сожалению. Это, опять же, отсутствие музыкального слуха. Ну, я так понимаю, что его всё устраивает, но, естественно, те люди, которые будут это видео смотреть, у которых есть хотя бы минимальный базовый какой-то музыкальный слух, хотя бы на уровне совсем какой-то музыкалки, или просто пару нот каких-то угадать, я думаю, понимаю, что здесь просто тотальный крах в плане фальши. То есть, гитара расстроена просто в ржаную муку, просто ужас. В плане техники здесь материал сильно проще, чем играл Лоза, поэтому оценивать здесь что-то трудно пока. Так, ну здесь пошла какая-то, видимо, вокальная импровизация, всё. Всё, поиграл. Ну, в общем, что я могу сказать. В плане слуха понятно, что человека музыкального слуха нету. То есть, гитарно строить он не способен абсолютно. В плане владения инструментом, ну, просто он играл материал сильно проще, чем играл Лоза. Ну, как бы так всё. На уровне просто дворовый, то есть, какой-нибудь, не знаю, там, дворовый Васёк взял, там, какие-то песни спеть на акустике. И, соответственно, тоже сам, примерно, уровень такой же. Поэтому для меня здесь какой-то, там, легенды, супер владения инструментом, и, типа, как народ бомбанул, что, типа, как так, засрал легенд. Нет, я не согласен. То есть, Юрий Лоза всё-таки играет покрепче. Конечно, тоже там много грехов, но, как ни крути, всё-таки его уровень владения инструментом, ну, реально сильней. Поэтому я не знаю, что здесь, как бы, пригорать. Начали парить его, там, плод, не плод. Опять же, напомню, что есть чёткое разделение, что есть именно выбор нот, то есть, непосредственно, как бы, музыка, да, то есть, и есть исполнение этой музыки. То есть, допустим, когда приходит чувак, не знаю, там, в консерваторию, да, или ещё куда-то, в оркестр играть, и он должен уметь нормально играть. То есть, там так устроено, да, что нужно уметь играть, какие-то вещи быстро, в скрипках, там, поливать и так далее, и так далее. И поэтому там нельзя сказать, что, типа, парни, у меня просто рокерский драйв, расслабленный, я, короче, здесь вечно машу, у меня всё не строят, но давайте, типа, я прикольный пацан, там, и пару песен написал прикольных, там, девчонкам нравится, это дичь. Поэтому здесь, в плане критики, я думаю, что пригорать смысла нет. Лоза всё-таки, хоть и сам не силён, но, как бы, в плане этого гитариста, конечно, он... Ну, как минимум, Лоза, я думаю, что умеет гитару настраивать. Это уже сразу респект, и, в общем, неплохо. Всё, всем спасибо за просмотр, и до скорой встречи, всем пока. До встречи на первом гитарном. Здесь, как обычно, было только правда, выгодя на гитаре. Всем пока. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. Существует много действительно нужных мелочей, которые пригодятся любому, кто связан с музыкой. В этом огромном мире звуков важно контролировать каждый этап, от идеи до финального результата. Для записи вашей заготовки вам понадобится более универсальный язык, нежели таблатур. Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара. Базовые знания теории пригодятся на всех этапах, но здесь особенно. Любую идею придётся как-то развивать. Тут-то в игру и вступает гармония. Построение аккордов, их движения, а самое главное – понимание того, что делать дальше. Всё уже просчитано до нас. Хороший материал – это очень хорошо. Хороший материал в хорошей аранжировке – ещё лучше. Вся фактура вашего произведения напрямую зависит от множества факторов, с которыми можно и нужно уметь работать. В каждом учебном заведении существуют отдельные преподаватели отдельной дисциплины. И каждая дисциплина важна, если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста. Итак, вы музыкант или стараетесь им стать. У нас есть для этого практически всё. Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий. В очном или заочном формате. И вся необходимая часть аранжировки и композиции. Информация в описании.